Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного YouTube-канала, который ведет Юля Руфлорида. С вами сегодня Надя Эггерс, я ваш риэлтор во Флориде. Друзья, сегодня мы сделаем нестандартное видео, не так, как обычно, потому что этот дом не продается. Этот дом купили мои покупатели, и я хотела погордиться тем, какой проект они сделали. Покупатели зовут Евгения и Василий из Техаса. Женя, Василий, вам привет огромный. Спасибо, что вы нам позволили показать нашим подписчикам просто необыкновенный проект, который вы сделали, можно сказать, своими руками. Я просто снимаю шляпу. Я когда зашла внутрь, я не могла поверить, как вот это преобразование дома, как все изменилось с того момента, когда мы его купили, и что стало. Давайте я сейчас пройду по цифрам, прежде чем мы вам покажем, как преобразовался дом. И Юля, тоже вставишь фотографии дома на момент покупки. Как было до, и потом после. Окей, смотрите, значит, дом был выставлен за 439 тысяч, мы поторговались, нам сбросили до 434 тысячи, но в конце концов мы еще поторговались и купили дом за 420 тысяч. Люблю торговаться, если есть, всегда пробую торговаться, если есть возможность. Я считаю, что это было очень хорошее, дел такой очень хороший, хорошая скидка, потому что эти дома именно в том состоянии, в котором он тогда на момент покупки находился, они продаются по 450. Ну, получилось у нас, да, 420. Причем официально, если посмотреть цену, за которую мы купили, она покажется 434, что мы сделали? Мы не хотели снижать цену покупки, мы сделали так, что продавец нам дал сдачу, так сказать, скидку, которую он заплатил наличкой в пользу покупателей closing costs, да, дополнительные затраты. И это было 14 тысяч. Это очень хорошо, это очень помогло ребятам, и они эти деньги вложили потом в ремонт и в мебель. Вот, значит, дом был требующий ремонта. Когда мы проходили инспекцию, инспекция была хорошая. Дом был в хорошем состоянии, ну, такой старенький, потрепанный, то есть там нужно было делать ремонт. Я, честно говоря, даже пыталась отговорить ребят, потому что, ну, это работа, это работа. И я понимала, что дом сразу не пойдет в бизнес отбивать, потому что на ремонт требуется время. На что ребята мне сказали, что Василий с руками из правильного места, и он сам сделает ремонт. Вот просто, Василий, опять говорю, снимаю шляпу, и, Евгения, вы молодец, декорации, это все просто, ну, отлично. Очень хорошо выглядит, и ремонт, который вы сделали сами, своими руками, его затратили, потратили только на материалы, это тоже очень впечатляет. Значит, такие дома мы уже показывали, я просто очень хотела внутри показать. Но я повторюсь, по поводу размера дома, эти дома идут, они 4 спальни, 3 ванных, полных ванных, и размер дома 1658 square feet, в переводе на метраж 154 квадратных метра. Ребята, вот больше, чем достаточно. Больших домов не нужно, меньше дом, меньше электричества вы будете тратить на охлаждение или отопление зимой. И то же самое, вот 4 спальни, небольшой дом, да, и возьмите 4 спальни какой-нибудь там 2500 square feet, такие тоже бывают. Но, опять-таки, затрат на электричество будет больше, а цена за ночь, она будет, в принципе, одинаковая. Но цена покупки будет больше, потому что покупают, цена продажи, она идет от square footage, да, цена за квадратный foot. То есть, ну, самый лучший капрейт, это на маленькие дома. Дешевле купил, такую же цену сдал за ночь, как большой дом, вот тебе и получается ROI или капрейт, по-разному называется. Ладно, я вас заболтала. Значит, налог здесь, честно говоря, в этом году еще я не знаю, какой налог после покупки, но был налог 2500, налог зависит от цены кадастровой, даже не продажной, ну, не цены продажи, а есть какая-то скидочка. И потом от той цены делается, насчитывается налог. В этом каунте это 1,5% от суммы, вот, можно попытаться просчитать. Ну, примерно это будет, наверное, около 5000. HOA здесь есть 218 долларов в месяц. Что входит в HOA? Газон входит, клабхаус есть с бассейном, комьюнити гейтовое, да, то есть за воротами, очень безопасное. И вообще комьюнити находится очень близко к паркам Дисней. Здесь достаточно популярно у туристов снимать жилье, когда они приезжают в парках. Для многих менеджеров даже, в принципе, не все менеджеры берут все дома на сдачу, но в этом комьюнити они берут, потому что для каждого менеджера успех дома, успех комьюнити, это тоже их успех. Вот, но это комьюнити они любят, берут. Давайте пройдем, посмотрим. Пойдемте. Озеро ты сняла, да? Да. Рядышком. Ребята, сегодня у нас за работой Сэм. Да-да. Сэм наш фотограф. У него получаются очень отличные фотографии. Сэм и его жена Ирина сегодня, правда, Сэм только. Занимаются и фотографией real estate, недвижимости, и также персональными, семейными фотографиями, то есть портретными фотографиями людей. Называется их компания Smith Family Photography. Я часто использую их услуги для съемок, для своих листингов, когда я выставляю дома на продажу. У них очень хорошие фотографии, они делают и дрон, и качество фотографии очень хорошее. Сырку оставим вам. Детальные, да. Оставим сэмом. Так что сейчас где-то мы столкнемся с Сэмом, мы не помешаем друг другу. Ребята, вы посмотрели фотографии того, что было, и сейчас мы смотрим, что стало. Смотрите, сразу уже разница. Здесь был ковролин, и такой, знаете, потрепанный. Когда мы покупали этот дом, здесь жил дедушка. И дедушку родственники забрали, он уже такой старенький был, забрали в Чикаго. Потому что, ну, уже не хотели его одна поставлять здесь. Жил дедушка, все было вот достаточно. Он даже некоторые спальни никогда, кажется, не использовал, ну, какие-то комнаты. Он тут жил и жил, может быть, у какой-то бабушки жил. Ну, все равно было такое, знаете, все старенькое, оригинал. И ребята сами, Василий сам своими руками положил эти полы. Это очень хорошего качества винил. Винил неубиваемый, поэтому в шорт-терм рентал лучше полов не придумаешь. Найти, да, можно проливать воду. Можно плитку сделать. Ну, плитка, она такая холодноватая. Холодноватая, да-да-да. Вот поэтому винил сейчас очень популярен. И, кстати, я в одну из своих инвестиций тоже точно такой же винил. Он не дешевый. Это дорогой винил. Точно такого же цвета у меня такой же винил мы укладывали. У меня тоже такой винил в ванной комнате и на кухне. Он очень красиво смотрится, как дерево. Меленный дуб, тренд. Что я могу сказать? Конечно, это здорово. Ребята сделали все своими силами. То есть они не платили за рабочую силу. Ну, положить такой пол где-то полтора доллара за квадратный фут. То есть, да. Если кто-то будет нанимать строителей, вам нужно будет учитывать то, что вам придется заплатить чуть-чуть больше. Я спрашивала у ребят, они как бы точно на сто процентов не могли сказать, но у них получилось где-то 30-35 тысяч. По-моему, все. То есть, включая мебель, включая декорации, включая картиночки. Все, все, все. У них получилось где-то около 35 тысяч. Вот, что мне понравилось. Посмотрите, с каким вкусом. Ничего лишнего нет. Друзья, не покупайте дорогущую мебель, если вы будете сдавать на Airbnb. Не покупайте. Дорогая мебель, она не нужна. У меня были клиенты, которые покупали за 6 тысяч диванов. Они не нужны за 6 тысяч диванов. Вот этот диван, Евгения сказала, по-моему, где-то ей вышел 1200. И все, что они сделали, сделали очень умную покупку, так сказать. Они зашли чисто на сайт Wayfair. Это очень известный сайт. И просто вот оптом закупили все комнаты. Ну, очень удобно. Там, конечно, можно найти за 6-10 тысяч, да, можно найти и где-то там в районе тысячи. Да, какой-то большой кусок мебели. В общем, все вот это им доставили к дверям. Они это все собрали сами. И вот, пожалуйста, таким образом сэкономили очень много денег. Очень хорошая мебель, я считаю. Такая стильная. Очень хорошая, стильная. Да, кстати, я посидела. Она такая прям удобная, мягкая. Удобная, мягонькая. И хорошо вот то, что уголком здесь, если будет снимать семья, все спокойно могут даже лечь и смотреть телевизор. Да, конечно, ТВ-экраны, это все было. Здесь не было ничего. Здесь что-то осталось, а дедушке пришлось вывозить. Там какие-то комоды старые. Что ребята сделали не сами, это гранитная поверхность. Ну, понятно, да. Вызывали. Вот, поверхность им стоила где-то 3200 тысяч. Окей. Но здесь была такая старенькая, пленкой покрытая серенькая поверхность. Да-да-да, я помню. Что они хотели перекрасить, вроде бы, как бы шкафчики, но не нужно. Для Airbnb, как бы, для туристов это не нужно. И причем это хорошее дерево, это Мэппл Вуд. А, это деревянный. Да, это дерево. Это дерево, нет смысла, они очень хорошие. Это не такие, знаете, раньше ставили оквуд, где вот такой рисунок прям глубокий. Вот они мне не нравятся, они старые. Либо желтый бывает такой, либо такой оранжевый. Здесь очень приятный цвет, и они очень хорошо смотрятся, и не нужно было никаких затрат. И состояние хорошее. Да, мы мешаемся. Вот, пожалуйста, наш фотограф Сэм. Вот, если кому-то нужны будут, кстати, если кто-то живет в Орландо, нужны будут фотографии вашей недвижимости или вашей семьи, или, может быть, профессиональные фотографии, как, что вы делаете? Как, все? Фото и видеосъемка. Фото и видеосъемка. Все делаем. Кстати, свадьбу, да, вот вы снимаете. У них отличная тоже видеосъемка. И молодцы, у них отличное качество. Да, подтверждаем. Да, Юля, кстати, да. Мы ссылочку скинем. Юля пользовалась услугой. Услугой, начнем мой муж. Спасибо, Сэм. Мы не мешаем вам? Нет. Нет, хорошо. Вот так. Давайте продолжаем. Ну, мы так задерживаемся на кухне. Ну, я просто в таком восторге вообще. Ну, да, классно, классно. Раньше здесь была плитка. Тоже? Да, здесь была плитка, но они просто все покрыли винилом. Как это правильно делать везде одинаковые полы? Вот без этих вот переходов, как некоторые лепят, сюда плитку, сюда ковролин, здесь там еще что-то, и все разное, и из-за этого смотрится дом уже не стильно, не красиво. Нет, здесь все вот очень стильно, они во всех комнатах это положили. Очень красивая мебель. Я вот обращаю внимание, очень красиво декорировано. Ребята отдали под менеджмент-компанию, менеджмент-компания, которая как бы ухаживает и издает этот дом. Моя тезка Надя, она делает... Ух ты! Да, она делает просто отличную работу. Что вот нравится, вот по отзывам о Наде, во-первых, я читаю отзывы туристов. Они ее все просто расхваливают, потому что у нее сервис там чуть ли не 24-7, да, она сразу реагирует, сразу отвечает, если что-то она здесь. Если что-то нужно, я не знаю, там, турист ночью покурить вышел и закрыл, ну, как бы дверь закрыл. Ну, или еще что-то, да, какие-то emergency, контакт у нее. И не только о доме хорошие отзывы, я вижу, но и также о том, как Надя ведет. Причем после каждой уборки, мне Евгения сказал, после каждой уборки профессиональной, Надя сама еще приезжает и проверяет, что действительно ли все отлично и все чистенько, и все расставлено по местам. Вот, мне очень нравится, как они вот это все отдекорировали, расставили, да. Все это наполнение пришлось покупать. Здесь тоже ничего не было, да? Ничего не было, да, но была бытовая техника. Да-да-да-да. Гараж, там тоже был отдельный проект, тоже картинки. Да, все тематическое, молодцы. Тематическое. Здесь стиральные и сушильные машины. Такая вот двойная, чтобы сохранить место. Это, да, специальное помещение для машины, здесь просто две не поставить. Они во всех домах такие, да. Так, что это у нас гараж? Просто гараж с кучей хлама, ребята купили бэушный как бы стол, реально пытались не переплатить того, что не нужно, понимаешь? То есть все в меру, все очень умно распланирован, бюджет, сами вот сделали стены такие, здесь у нас получается. Это даже не надо, это как полотно, полотно, да, такое вот полотно, да, они прикрепили к стене. Шкафчик такой тоже висит, да, здесь вот. А, это для игры в дартс. А, дартс, а это аэрохоккей. Да, это аэрохоккей. А, все понятно, все понятно. Такая игровая комната, но я хочу сказать, что стол в очень хорошем состоянии, я думала он новый, честно говоря. Вот единственное, что я даже когда смотрела уже, когда законченная работа, я говорю, ребят, сюда вот просится диванчик со столиком. Ой, да, просится, просится. Это будет. Кстати, сейчас дом стал сдаваться, но мы вот делаем еще профессиональные фотографии, но он уже стал сдаваться. Очень хорошо. Очень хорошо, да. А сейчас еще фотки сделаем, вообще шикарно. Сейчас вообще будет шикарно. Какая прелесть, моя прелесть. Так, вот тоже вещи для детей. Так, вот там пейнтери, шкафчик. А, да, кстати, давай заглянем. Кладовочка для кофе. Да, мы уже пару раз снимали такой планировки. О, даже сейф. О, даже сейф. Не, ну они, конечно, молодцы. Все приду, смотрели. Скрипит. Скрипит. И кофе, кофемашинка. Мне очень диван этот нравится. И лампа такая, смотри, да, светильник, пальма. Нет, все очень даже стильно. Так, проходим. Здесь хозяйская спальня. Так, давайте. Вот наборы тоже, ребята, спальные наборы тоже покупали. На Wayfair наборы стоят в районе 1200-1300. Они прям брали целым сетом, да, целым набором. Я считаю, шикарно. Во-первых, и цветовые гаммы они хорошо подобрали. Вот здесь вот видишь вот эти вот вставки, такие бархатные, что мне очень нравится, и это метод Нади, моей тезки, которая ведет пропорти, она обязывает хозяев делать все в таком отельном стиле, чистой, чистой линией, то есть нет никаких там цветочков, лепесточков, каких-то ярких там, не знаю, пододеяльников. Все у нее, все отельного стиля. Если мы вот потом обратите внимание по комнатам, да, то есть она просит, например, если уже куплено что-то, но неиспользованное, вернуть, и она вот делает только в таком светлом, все светлом стиле, стиле отелей. Мне это тоже очень нравится. Я тоже, кстати, когда снимаю Urban V, обращаю внимание на такие вещи. Вот здесь проходим. Что было сделано, в принципе, так оно и было. Стены, кстати, они не перекрашивали. Дедушка жил очень аккуратно, у него ничего не висело на стенах, они там кое-где сделали тачап. Смотри, что здесь сделали. Здесь тоже была поверхность такая пластиковая, непонятная. Шкафы они оставили, потому что шкафы хорошие. Хорошие, реально. И что они сделали, они просто в комдипа купили, так как шкафы стандартные, они купили столешницу, сами ее положили. Отлично. И причем это, видишь, кварцевая столешница, очень шикарно смотрится. Здесь были по всему дому, вот над раковинами были такие, знаешь, старые зеркала, которые там уже какие-то проживевшие. Вот, они просто их сняли и купили, уже готовые зеркала поставили. Так, в этой комнате было вот только это сделано, ну, естественно, пол. И тоже есть телевизор. Мне очень нравится вот эта декорация. Я прям иногда сама хожу по таким домам и себе на заметку беру какие-то детали, и мне самой хочется что-то повесить похожее в доме. Я, кстати, хочу спросить, где они покупали. Может быть, там же. Ты знаешь, Евгения сказала, что много очень картин и декораций они купили в магазине, который вот здесь, в Кисиме, находится недалеко. Называется At Home. Там просто невероятное количество декораций. Возможно. Так, проходим мы во вторую мастер-бедрум. Кстати, чем хороша планировка этого дома, здесь две мастер-бедрум. Это да. Это хорошо в том смысле, что если приезжают, например, две семьи, там, две пары взрослых, да, с детьми, они не начинают делить, там, кто будет в комнате побольше, кто в комнате поменьше. Вот, здесь, конечно, наверное, поменьше будет санузел, но у него есть выход в бассейн. В бассейн, да, есть свои плюсы. Так. Опять-таки, посмотри, какая красивая мебель. Да, да, всё в стиль и даже цвет. Прям вообще, я не знаю, всё очень красиво. Вот опять-таки, как я говорила, вот такая мебель, целый набор стоит где-то 1200-1300. Я не знаю, какая из этих наборов подороже. Вот. Так, а там что? Там, по-моему, идёт санузел, да? Нет-нет, ты стоишь возле санузла. А я думала, здесь второй будет. Точно-точно запуталась. Так, хорошо, тогда там что? Меня сбило это. А здесь, смотри, здесь, видишь, закрыто? Да. Это называется Honor Closet. То есть, туристам там входа туда нет. Обычно там хранят туалетная бумага, тут там шампуги. Когда приходят, да, убирать персонал для уборки, да, у них есть ключ, и они как бы не собой это приносят. Не у себя хранят, они хранят в таком шкафчике. Очень красиво подобранные гаммы. Смотри, картина. Всё в таком нежно-голубом, да, и в таком молочном цвете. Я не знаю, мне прям всё, столько деталей. Я настолько восхищена тем, что, как бы, вот какую работу они проделали. Не, молодцы вообще. Ты ванную уже сняла? Я её так не особо. Давай. То же самое здесь. Стандартный кабинет, да, кабинеты. И то же самое, они под размер купили готовую столешницу и установили сами. Да, хорошо. Так, выход покажем. Мне так тут вот... Ну, выход мы ещё выйдем попозже. Сейчас я надеюсь. Интересно. О, вообще можно, да? В целом мы выйдем попозже, но вот, пожалуйста, выход. Отлично. Сейчас я закрою. То же самое с зеркалом, видишь? Там было такое старенькое зеркало, половина уже такого зацвёвшего. И вот они сняли старые зеркала и поставили уже готовые. Так, ещё две комнаты, правильно? И ещё две комнаты. Очень нравится мне эта планировка, моя любимая планировка в этом комьюнити. Вот это вот... Очень удобно. У каждого свой угол получается. Здесь комната... Для детей. Эту комнату оформили в стиле для мальчиков. Ага. Ух ты, красота. Вот даже как они поставили светильник, да? Вот это всё мы играли. Да, посмотрю, звёздочки. Он светит. И ты как будто в самолёте. В самолёте. В звездолёте. В звездолёте. Ты как будто в Emirates Airlines. У них там тоже небо на потолке. Смотри, как они сделали. Вот, понимаешь, вот эти маски, они стоят, ну, ничего, в Волмарте. Понимаешь, да? Ну, просто, ну, маска обыкновенная. И как они оформили, вот, как их привесили к стене и вот оформили вокруг маски, очень классно. Да, отлично. Я говорю, всё сделано со вкусом, но, ну, как бы без, я не знаю, без какого-то сумасшествия, да? Да-да-да, как бывает, знаешь, ещё вот такого рода property. Так, ещё хотела показать. То есть тут, если кто постарше, можно заниматься, делать уроки даже. Да, да, видишь, столик поставили небольшой. Тут тоже, вот, пожалуйста, гардеробная небольшая есть. Так, здесь одна ванная на две комнаты. Сейчас, я пока закрою. Это здесь вообще шикарная комната, потом будет сюрприз. То есть, смотрите, здесь на момент покупки была только одна раковина. Так. Вот, и прям просилась вторая. Мы ещё тогда обсуждали с Евгением, прям, я говорю, ну, вот прям две просятся. И Василий, он, как бы они так же сделали. Они купили вот эту поверхность на две раковины. И он сам установил и пламбинг, ну, разводку, да. Какие же есть люди, а? Рукастые. Да, рукастые. И сам сделал вот вторую ванну. Это придаёт, конечно, очень много для value, для цены дома. Да-да-да, это правда. Я чуть-чуть попозже. Вот сейчас мы посмотрим, и я кое-какие дам советы. А скажи, они розетки, наверное, меняли, да? Я вот смотрю, мне кажется. Я, честно говоря, не помню, ну, какие они были, но, возможно, да. Новые, нового типа, знаешь. Вот и здесь отдельная... А, здесь туалет с ванной. Туалет с ванной. Вот так закрывается. Опять же, Микки Маусы. Ой, такая милота. Так, здесь всё чистенько, миленько. Всё. Вот так вот закрывается. И мы проходим ещё. Ребята, это моя, наверное, любимая вообще комната. Как они её сделали? Вот эти занавески. Смотрите, какие занавески. Да. Здесь просвечивается, вот через эти звёздочки просвечивается дневной свет. Да. Вот такой вид за окном. Очень классно. И смотри, бабочки, вот эта вот декорация, она прям воздушная какая-то декорация, да? Вроде бы и стена красивая, но нет ничего такого тяжёлого, там какой-то картины, да? Да, да. Все вот эти вот бабочки, бабочки. Я прям, говорю, спрашивала, откуда вы столько идей взяли? Посмотри, даже на вентиляционных трубах. Ну, ребята, наверное, дизайнеры какие-то, да? Я не знаю, откуда это. Бывают просто талантливые люди. Да, но здесь вообще все решения такие, они как дизайнерские. Да. Ну, возможно, знаешь, тоже нужно просматривать фотографии конкурентов на рынке. Между прочим. И у них вот здесь тоже гардеробная. Слушай, классно, что в детской по две именно, да, кровати, то есть это тоже имеет валью. Ну, вот смотри, опять-таки я сказала, очень часто, если четыре спальни дом снимают, например, там одна семья, ну, как какая-то, что кто-то из одной семьи или друзья семьи, да? То есть обычно это четыре взрослых, ну, два и два, да, и четыре ребенка. Ну, это такой стандарт. Вот, пожалуйста, дети есть по спальне, по две кровати. Я детали покажу, потому что как вот не уделить этому внимания. А еще такой коврик принцессный. И все, знаешь, вот как-то по минимуму. Да, все равно есть в этом какой-то минимализм, и нет загруженности, ничего не давит. Ну, вообще супер. И тут коврик покажу. И все новенькое такое. А как давно они сделали этот ремонт, кстати? Прикольно, по-моему, где-то с месяца назад, может быть. Месяц? Да. Закончили. В общем, ребят, опять возвращаюсь к Сэму. Что я хотела сказать. Airbnb. Не нужно сверх усердствовать. Я имею в виду, не нужно какой-то там бюджет загонять под эту же мебель. Опять-таки вот я сказала, что все по минимуму. Все должно быть стильно, красиво, с чистыми линиями. Не нужно как бы перезагружать тоже поверхности, да. Нужно вот действительно по минимуму все покупать. В этом будет успех Airbnb. Успех зависит от, конечно, наполнения дома. Успех зависит вот просто от фотографий. Очень сильно зависит успех. И, понимаете, сейчас просто как бы люди шопаются, естественно, онлайн. Вы, когда заходите онлайн, вы первым делом, вот я даже сама, когда ищу Airbnb, сначала мой взгляд, я примерно знаю, в каком месте я ищу, но сначала меня взгляд, конечно, мой взгляд привлекает какие-то вот правильные фотографии. Я начинаю в первую очередь их просматривать. Потом там, если что-то там дороговато для меня, я уже листаю дальше. Но дома с плохими фотографиями я даже почему-то пролистываю. Ну вот такой у нас сейчас менталитет, понимаете, да. Вот. Очень важно для успеха Airbnb – это правильный менеджмент. Вы можете это делать сами. У меня, да, есть клиенты, которые выбирают менеджмент компании, и есть клиенты, которые ведут сами, даже дистанционно. Это уже как бы ваш выбор. То есть смотря какая у вас загрузка по вашему, в принципе, ежедневному рабочему графику. Да, если у Евгении у нее своя работа есть, она постоянно загружена, ей некогда просто этим заниматься, она сделала выбор нанять менеджмент-компанию. Есть ребята, у которых там огромный опыт на Airbnb в Испании, не знаю, в других штатах. Вот они тоже купили инвестицию в Орландо. У них уже, они уже знают, как организовать страницу Airbnb, они знают, как общаться с клиентами, ну, с туристами. И я им помогаю найти персонал, например, кто будет там убирать, хэндимэн. И они уже сами ведут этот менеджмент. Ради бога, это тоже, да, это тоже работает. Что я еще хотела сказать, что еще очень важно. Важно очень ревью. То есть, как получается, я заметила, так как я, да, ну, отзывы, я это уже сказала, отзывы обязательно, отзывы и о доме должны быть. Не дай бог, кто-то напишет, что было грязно где-то, не убрано, или что-то там недомыто, поэтому Надя как раз приезжает, еще сама перепроверяет, как бы, после каждой уборки. Что еще важно, это вот эти же ревью, возвращаясь к ним, они и делают, как бы, чем больше хороших отзывов... Чем больше хороших отзывов. Да, чем больше хороших отзывов, тем туристы читают отзывы. Не только фотографии смотрят, они читают отзывы всегда. Так же, как и владельцы читают отзывы о туристе, там, какой-то плохой. Я сама веду бизнес Airbnb, вернее, Дэвид, вот, в нашем дворе мы когда-то снимали этот гостевой домик, да, и мы сами понимаем вот эти ревью. Например, когда мы его только выставили на рынок, у нас была заниженная цена, потому что, ну, этот дом нигде не вирусил на Airbnb. У нас было там одно-два ревью, это как бы, это еще недостаточно. Вам нужно набрать шесть или больше ревью, причем они все должны быть, там, пять стар, да, вот, и тогда уже можно и повышать цену, и у вас будет уже заполнение календаря идти по-другому. Вот. Что еще хотела сказать по поводу... По поводу и покупки, как бы, по поводу вложения, да, в этот дом. Как я уже говорила, в конце концов, мы купили его за 420. Банк его оценил на тот момент в том состоянии, в котором он был, оценил на 440. Так, в том состоянии. А здесь же продавался в том же состоянии дом за 450, еще один дом. То есть я считаю, что мы сделали очень хорошую скидку. И дома, продающиеся вот с таким ремонтом, я, кстати, здесь давно уже дома с такой мебелью, с таким ремонтом на продаже не видела, всегда что-то там, или мебель старенькая, или каунтертопы не такие, но ребята смогут на сегодняшний день этот дом продать за 470-480. То есть уже вот просто вот таким вот ремонтом они повысили валью дома. Но затраты на повышение этого валью они использовали по минимуму. Как я снова сказала, вот сделали они каунтертопы в ваннах и добавили еще одну раковину. Это уже будет плюс, если продавать этот дом, оценщики, они же это все плюсами ставят, понимаете, да? Но если вы решили, я не знаю, купить какую-то дорогущую мебель, это никак не повлияет на ценность дома, на рыночную стоимость этого дома. Если вы решили вот убрать опять-таки вот эти кабинеты, да, я ребятам тоже говорила, не трогайте их, пожалуйста, и сделать какие-то до потолка, да, эти кабинеты уже, окей, хорошие, да. Делать до потолка, это не прибавит сильного валью, может быть, там, я не знаю, немножко, но это не будет стоимость этих кабинетов. То есть вы не можете потратить на кабинет, там, 20 тысяч долларов, например, и потом это внести в стоимость дома. Потому что, насколько вот из моей практики я вижу, например, вы меняете кондиционер, скажем, стоит кондиционер 10 тысяч, но для оценщиков рыночных, да, от банка, этот кондиционер стоит, новый даже кондиционер, он не стоит 10 тысяч, а он стоит где-то тысяч 6-7. То есть у них все равно идет уже амортизация такая, так получается, они не добавляют ту цену полную. Или, например, крыша вам стоила поменять крышу 20 тысяч долларов, да, они только будут учитывать как плюс к валью, к стоимости дома, это будет тысяч, наверное, 15. То есть меньше, там, может, даже 13. Вот, поэтому не нужно переусердствовать, делайте ремонты, особенно если вы сами не живете, вы же не под себя ремонт делаете, если вы будете это делать для бизнеса, вам нужна только красивая картинка, и ваш бизнес будет успешным. Ну, Юля, какие-то вопросы? Я так уже почти закончила. Ну да, в принципе, мы, мне кажется, очень много чего обсудили. Так, я еще хотела обратить внимание здесь на входную зону, как здесь красиво тоже все обставили. Очень много разного декора. Ну, давайте пройдем во двор, это у нас обычный десерт. Так, так. О, эту мебель они тоже, получается, покупали, да? Все покупали, да. Класс. Нравится мне то, что бассейн с джакузи, это тоже привлекает туристов. Бассейн с джакузи привлекает больше, особенно в зимнее время года, потому что джакузи подогревается. А бассейн? Бассейн тоже подогревается, да. Отлично, отлично. Ну, джакузи можно сильнее нагреть. Ну, да-да-да, это классно. То, что здесь сосед, напротив, это совершенно, вот туристов это никак не волнует. Не волнует. Не волнует. И причем есть, видишь, живая изгородь, то есть идет приватность, приватность есть. Да, вот здесь, с этой стороны тоже приватность. И там вот кусочек озера видно. Где-то там есть озеро, да. Да-да-да, вон у тех соседей больше видно. А вот плавательные принадлежности есть. Ну, опять-таки, вот эти соседние дома с видом на озеро, они будут стоить где-то в районе 550 тысяч. То есть, понимаете, да, мы делаем все, чтобы получить самый выгодный капрейт. Капрейт это соотношение цены и покупки к ROI, return on investment, ну, как к окончательной сумме по инвестициям, да, то есть это рассчитывается так капрейт. Капрейт, кстати, здесь приблизительно 8-8,5, даже, возможно, в этом доме будет 9%. А это считается хорошо? Это считается хорошо, да. А, все, понятно теперь, потому что никто не знает. Можно капрейты повысить, это будет зависеть от того, какая цена за ночь будет, как они будут ее повышать. И берется средняя цена за год, да, то есть в какие-то месяцы, когда не сезон, цена за ночь, она будет ниже, конечно. Конечно, когда это сезон, а сейчас, кстати, начинается прям сезон-сезон, сейчас пойдет, это будет Thanksgiving, Halloween, Thanksgiving, Christmas, Новый год. И это вот как раз сейчас будет прям полгода где-то будет хороший горячий сезон, где можно поднимать просто очень высокие цены. Сейчас уже сложно что-то найти, все сдается. Вот сегодня мы попали, потому что между туристами. Ты не знаешь, сколько сейчас они сдают? По-моему, сейчас... Приблизительно, чтобы знать. Я могу посмотреть, по-моему, 165, что ли, в ночь на сегодня. Но сегодня еще как бы еще не сезон, сегодня октябрь, да. По-моему, 165 я могу посмотреть. Так, слушай, я еще хочу сказать по бассейну. Видно тоже он как новенький, да, его чистили, да? Да, по-моему, нет, по-моему, он такой и был. Да? Да. Мне кажется, они его как будто бы красили, чистили, и вода такая чистая, ну, прям относительно других, я хочу сказать. Юль, ты знаешь, по-моему, он такой же и был в таком состоянии, да. Ну, хорошо. Я могу, конечно, я что-то не спросила, такой вопрос. Фильтр тоже, видно, работает хорошо, либо убираются, вот, да, за бассейном тоже сидят. Конечно, сервис бассейна есть. Чистый бассейн. Стульчики, так, что тут у нас еще соседей, давайте посмотрим немножко. Тут неожиданное поле есть у нас, так, у соседей тоже так уютненько. Что еще можно, чем закончить? Вот так вот есть два бокальчика. Что можно сделать? Ну, давайте. Я думаю, мы и так уже заговорились. Можно посидеть. Ребята, ну, наверное, мы на этом закончим. Мне очень приятно было действительно показать вам этот дом. Это очень хороший проект, в моем понимании, очень удачный проект. Я желаю ребятам успешного бизнеса, чтобы ваш дом был всегда полон туристами и за высокую цену за ночь. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что вы с нами. Подписывайтесь на наш канал, смотрите нас. До следующих встреч. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok